У нас 12 человек, 5 человек в Дмитровской сборной. Чемпионка мира среди юниоров по теннису на колясках Виктория Львова сделала главе Дмитровского района редкий подарок. В благодарность за выделение ей однокомнатной квартиры в Дмитрове Вика подарила Валерию Васильевичу свой последний юниорский кубок. На нем выгравированы слова признательности первому лицу района. Валерий Васильевич был тронут таким сюрпризом и пожелал спортсменке дальнейших спортивных побед. На встречу с главой района Виктория пришла вместе со своим тренером Ольгой Муриной. Если бы не Ольга Витальевна и другие тренеры отделения тенниса на колясках спортивной школы города Дмитрово, Вике пришлось гораздо труднее. В этом году 17-летняя Вика повторила успех прошлого года. Она стала чемпионкой мира среди девушек, как в парном, так и в одиночном разряде. Соревнования проходили во Франции, в городе Тарп. Там отобрались только 4 сильнейших по рейтингу. Три по рейтингу, а одной давался валкарт, карт свободная. Играли мы по круговой системе, потом 2 сильнейших выходили в финал и играли между собой опять. Финальная игра была даже очень сложная, пришлось понервничать немножко и тренеру, и мне. Почему? Потому что был такой счет, что я вела 4-2, сделала 4-4, проигрывала 5-4 и выиграла 7-6 на тайбрейке. Во втором сайте уже было полегче, уже настроилась, поспокойнее стала, начала уверенно играть. В парном разряде Виктория играла в дуэте вместе со своей соперницей из Англии. Девушки провели матч против представительницы Швейцарии и Аргентины. И в упорной борьбе одержали победу. Результатами, конечно, я довольна, потому что это уже второй год подряд моя победа. И победы просто так не даются, их нужно тоже зарабатывать. Эта победа была главная в этом сезоне, в которой я очень долго шла, и мы тренировались. Были сборы, на которых мы тоже отрабатывали. Помогали тренера, настраивали, работали. Спасибо большое. В настоящее время Виктория занимает первую строчку в мировом юниорском рейтинге и 24-ю в мировом женском. И у нее есть все шансы войти в паралимпийскую сборную страны. 23 мая состоится отбор на паралимпийские игры. Остается не так много времени, чтобы провести матчи, укрепить свои позиции и удержать лидерство. В парном разряде на соревнованиях Виктория выступает со спортсменкой из Долгопрудного, представительницей Дмитровского клуба инвалидов «Ковчег» 38-летней Людмилой Бубновой, которая, как и Виктория, является кандидатом на паралимпийские игры и занимает 17-ю строчку в мировом взрослом рейтинге. Цель, которую мы ставили, мы достигли, то есть мы подтвердили свое первенство. Так как мы первые в рейтинге, мы должны были быть первыми, в принципе. Второе, то есть уходить из юниорского вторым не очень красиво. То есть мы ушли непобежденные. Это тоже очень большой плюс. Считаю, что справились. Были маленькие психологические проблемы, но она пересилила себя. То есть намного легче, чем в том году. Российские теннисистки с поражениями опорно-двигательного аппарата в паралимпиаде примут участие впервые за всю историю спорта. Груз ответственности на наших девушках лежит очень большой. Виктория сейчас переходит из юниорского возраста во взрослый. Поэтому большинство соревнований, в которых она принимает участие, проводится среди женщин. Виктория является воспитанницей детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Для своих товарищей по дому она бесспорный лидер и образец для подражания. Вика много ездит. То есть приобретает какие-то блага. То есть они понимают, что это есть шанс как-то улучшить свою жизнь. Это интересно. Новые друзья, новые страны, почет. Конечно, все хотят этого. Сейчас занимается много детей. У нас еще есть мальчик очень уникальный. У него двух ног нет и руки. Он играет уже. На встрече с главой района тренер Ольга Мурина обозначила проблемы развития тенниса на колясках. В частности, отсутствие сертифицированного отделения в Дмитрове, изношенности транспорта для перевозки детей-инвалидов. Валерий Васильевич обещал разобраться и помочь в решении вопросов, а также ускорить оформление заграничного паспорта для спортсменки, необходимого ей для участия в следующем турнире. Тренер сборной России, паралимпийский. Кто? Я.